вас приветствует вечерний политпросвет и сегодня мы поговорим о демографии а конкретно о том как мы рождаемся и как мы лечимся для кого-то секрет что у нас сейчас реализуется такой национальный проект демография между прочим один из самых дорогих из всех национальных проектов которые озвучил сам владимир владимирович на него уже потратили что-то около полутора триллионов рублей и как это все работает мне интересно полтора триллиона такая сумма недушная я бы сказал даже взрослая сумма мы же должны плодиться буквально как кролики но ничуть не бывало у нас был такой момент когда поколение перестройки вошло в самый сок и стал размножаться у нас появилась положительная кривая рождаемости мы стали рождаться заметно больше чем умирать плюс к нам стали массово навозить гастарбайтеров из различных солнечных республик которые тут тоже получали гражданство и рожали детей дай им бог здоровья однако все указанные меры и нацпроект демография и завоз наших южных братьев промышленных масштабах счета как-то срабатывать все хуже в частности согласно последним данным росстата количество родившихся сократилось с 782 800 человек до 719 700 человек в первом полугодии прошлого года а количество умерших составило 918 500 человек против 946 900 человек в январе июне 2018 года то есть естественная убыль населения составила 198 800 человек против 100 64 тысяч 100 человек в январе июне 2018 года правда какая-то ерунда деньги вроде бы выделяются гастарбайтеров завозят а население вдруг опять начало как говорят естественным образом уменьшаться насчет естественности этого образа у меня есть большие сомнения с которыми я вами чуть позже поделюсь пока же вот посмотрим на нацпроект демография 2019 год предполагается до конца года выделить пятьсот двенадцать миллиардов рублей а в 2020 году и тот двадцать два миллиарда рублей в двадцать первом пятьсот двадцать восемь миллиардов рублей опять-таки повторюсь деньги то не детские только почему-то они не работают неужели все разворовывают или может быть как-то они тратятся не так и не туда бог его знает но вот одним из важнейших составляющих выживаемости качество жизни населения и наконец повышение демографического уровня населения это как-то не странно медицина рано или поздно самый здоровый из нас человек окажется у доктора например в поликлинике или не дай бог в больнице я надеюсь никому специально пояснять не нужно и сам страшно сказать владимир владимирович путин наш гарант совсем недавно провел совещание в кремле касательно ситуации со здравоохранением полная стенограмма опубликована на сайте кремля ссылочка будет внизу и что там сказал гарант пациенты справедливо жалуются на плохие условия очереди к врачам специалистам их нехватку а медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой значительная часть этих зданий которые многие из них строились еще в советское время до сих пор не обновлялась и капитально не ремонтировалась я извините цитирую стенограмму там не все гладко владимир владимирович нам вот о чем сказал если прерывать дословную цитату поликлиниках больницах других медучреждениях российской федерации не хватает 25 тысяч врачей и около 135 тысяч сотрудников среднего младшего медперсонала и оказывается остро стоит проблема устаревания материальной технической базы оказывается то оборудование которое было закуплено в 2005 2006 году что-то как-то оказалось немного не вечным и вы представляете начинает устаревать и изнашиваться я уж молчу про старое советское оборудование которое до сих пор кое-где живет и вполне себе работает и также на удивление оказался сильно изношен медицинский транспорт даже удивительно вроде бы перестали пользоваться убогими советскими машинками ну которые все дрянь естественно накупили хороших фордов ниссанов и volkswagen of понимаете хорошие машины и вдруг почему-то выяснилось что и они изнашиваются их нужно ремонтировать только почему-то иностранные запчасти стоят дорого а свои машины практически больше в качестве медтранспорта не используются то есть запчасти закупать надо за границей на это нужны деньги вот это поворот наш министр здравоохранения скворцова сообщила что 370 российских районных больниц и поликлиник нужно снести потому что знаете ремонтировать их уже бесполезно еще 370 больниц просто опасны для нахождения внутри только что нам что-то про демографию рассказывали полтора триллиона выделенных однако вот такие результаты и вот по итогам совещания владимир владимирович поручил министерству к первому октября подготовить мероприятие чтобы устранить означенные вопросы ну что же будем посмотреть как наше министерство будет выкручиваться задача-то поставлена и не кем-нибудь вы вдумайтесь 18 уже почти 20 скоро будет лет как нынешнее правительство и президент власти и вот они нам сообщают что 20 лет спустя 20 лет стабильных замечательных не при алкаше ельцине понимаете не в 90-е страна недосчиталась 160 тысяч медицинских работников 160 тысяч это если перевести на военный язык 15 дивизий и всех нужно откуда-то брать потому что это не какая-то просто нехватка это конкретный дефицит потому что на оставшихся там пол миллиона работников приходится бешеная нагрузка и вот откуда взять 15 полнокровных дивизий подготовленных квалифицированных медицинских работников потому что медик несмотря на приведенную мною военную аналогию это не пехотинец это даже не оператор ракетного комплекса это человек я имею ввиду врача конечно которого готовить надо восемь лет прежде чем он начнет хоть что-нибудь соображать а у нас извините какая ситуация с образованием ты сейчас это же оказывается нужно тратить деньги на то чтобы полностью восстанавливать угробленную советскую систему в том числе медицинской подготовки это нужно оказывается строить собственные больницы и что ужасно собственную медицинскую промышленность вот вы не дай бог если окажетесь больнице поинтересуйтесь много там оборудования с надписью сделано в российской федерации а потом чисто в виде интереса загляните в аптеку в пять десять близлежащих аптек и посмотрите что там выставлено на прилавках много вы найдете коробочек и пузырьков с надписью сделано в российской федерации конечно кое-что найдете процентик прикиньте оказывается все нужно свое это все нужно восстанавливать и на все это нужны деньги серьезный вопрос пойдет ли буржуазия которая владеет примерно 100 процентами наших медучреждений так или иначе пойдет ли буржуазия на такие траты может быть окажется так что ее существующее положение делать вполне устраивает потому что естественное воспроизводство медперсонала по мнению буржуазии вполне нормальное потому что денежки капают некий дефицит услуг есть это значит что каждому специалисту все время будет очередь с денежками в потных ладошках потому что на здоровье на своем конечно все экономят но в какой-то момент экономить перестают а значит рок-н-ролл будет играть вечно вот посмотрите у нас с 2000 по 2015 год количество больниц сократилось с 10700 до 5400 в два раза вот так не говоря худого слова при том что заметьте что-то как-то вот до 2014 года ни санкции ни какой-то там войны на окраинах ничего все же было в порядке однако вот такие результаты такое впечатление что или мамай прошел где-то рядом или гитлер при этом вся медицина уже стоит на коммерческих рельсах для кого-то секрет что наша бесплатная медицина не совсем бесплатная а количество больниц кстати говоря как и количество врачей вот еще немножко и подбравурные реляции об успехах проекта демография дойдет до идеала российской империи один сельский врач на 10 тысяч человек вот поверьте мне еще немного именно так все и будет если с макро уровня опуститься на уровень конкретных примеров посмотрим на город нижний тагилу нашу танковую столицу которая располагается в свердловской области неподалеку от города свердловск ныне екатеринбург там есть такое учреждение государственная больница демидовская которая буквально недавно оказалась в кризисной ситуации потому что врачи начали массово увольняться почему да потому что у них невозможно низкая зарплата и невозможно большая нагрузка врач как человек ответственный видимо понимает что не вывозит он такой нагрузки и начинает увольняться при этом губернатору свердловской области евгений куйвашеву а также и министру здравоохранения андрею цветкову медики написали коллективное письмо где объяснили эту самую кризисную ситуацию при том что вслед за демидовской больницей в кризисную ситуацию попала еще и первая городская больница нижнего тагила повторюсь наши танковые столицы где проживает что-то около 500 тысяч человек а почему а вот пожалуйста объясняют нам медики в терапии на 40 коек работает один врач дежурство закрывают фельдшерами в кардиологии два врача в гастро энтерологии два врача а вот хирург горбольниц номер один нижнего тагила некто никита зотов рассказывает оклад примерно двадцать две тысячи рублей зарабатываем мы за счет дежурств в основном в больнице нарушает трудовой кодекс российской федерации мы вот приходим на работу днем работаем переходим плавно ночное дежурство хотя по кодексу только 12 часов можно работать без перерыва при этом красивые официальные данные выглядит несколько иначе сейчас будет пространная цитата по данным за январь июнь 2017 года средняя зарплата врачей в регионе была на отметке 54 тысячи девятьсот двадцать три рубля это речь конечно об урале это ниже чем в среднем по уральскому федеральному округу шестьдесят две тысячи четыреста девяносто один рубль но выше чем пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят три рубля средний уровень по всей стране при этом по средней зарплате в федеральных учреждениях сорок три тысячи двести восемь и шесть рублей свердловская область отстает от общероссийского уровня пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать два рубля зато опережает их на региональном и местном уровнях областные врачи как говорят цифры получают пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто шесть рублей а в среднем по россии пятьдесят три тысяч четыреста девяносто а муниципальные пятьдесят семь тысяч семьсот девять при среднероссийском уровне сорок тысяч шестьсот двадцать два рубля ну как вычисляются средние цифры мы с вами все знаем наверное не нужно специально на этом заострять но и даже средние официальные цифры вот вы вдумайтесь в них что такое шестьдесят две тысячи или пятьдесят семь тысяч для врача между прочим от которого жизнь людей зависит не когда-то там в будущем вот непосредственно прямо сейчас это же даже не смешно в конце концов то есть когда нам хвастаются они реально хвастаются говорят что не все так плохо такими цифрами зарплат у врачей да блин мне жить страшно сразу делается потому что если я окажусь не дай бог на хирургическом столе у доктора который не может прокормить семью из трех человек потому что ему платят 67 тысяч рублей а это в самом деле для трех человек довольно мало я чё-то начинаю переживать за себя а вы нет не начинаете а очень напрасно кстати в больнице демидовской уже побывали представители министерства здравоохранения свердловской области да кстати и в первой городской тоже побывали там произошли некие переговоры где врачам что-то попытались объяснить и врачи кое-что рассказали и вот теперь на связи бывший главврач городской больниц номер три а ныне председатель комитета по социальной политике в свердловском зак собрании вячеслав погудин опять развернутая цитата конечно меня эта ситуация очень тревожит очевидные вещи может быть скажу но профессия хирурга сопряжена с большими физическими и психологическими нагрузками большой ответственностью что создает состояние хронической усталости я сам врач хирург с 20-летним стажем пережил те 90-е годы когда ультимативные забастовывающие движения были распространены то и сейчас врачи везде востребованы но я думаю это скорее всего не взвешенный а больше ультимативный шаг со стороны врачей понудить выполнить их требования этот шаг совершенно в никуда он не приведет к ожидаемым результатам а только ухудшит ситуацию знают они то что мы не имеем права оставить пациента без помощи ни при каких условиях я это говорил уже в свое время когда на вызов не выезжала ни одна бригада скорой помощи когда люди не получали зарплату по полгода а здесь хирурги которые оказывают том числе неотложную помощь почему мы пусть и справедливыми требованиями о дальнейшем повышении заработной платы должны ставить в тяжелое положение само население пациентов которые нуждаются в помощи во-первых не очень понятно почему это погудин говорит про себя и врачей мы сам-то товарищ погудин бросил медицину в 1996 году то есть за все 90-е он говорит не имеет права максимум так до серединки теперь-то у него все в порядке у погудина дай бог ему здоровья при том что как это не смешно а при алкаше ельцине когда погудин трудился еще в специальности по первой все было не так ужасно как сейчас как бы это смешно не звучало потому что вот тогда до 96 года допиливали нефтянку газянку недопиленные металлургические заводы и прочие активы то есть бандиты увлеченно стреляли друг другу бизнесмены приватизировали недоприватизированные а до всякой мелочи типа медицины образование прочей социалки им дело просто не было денежки казались маленькие а вот теперь через 18 лет путинской стабильности все вышеперечисленные люди перестали быть грабительскими приватизаторами героями залоговых аукционов и просто жульем они все стали уважаемыми чиновниками и бизнесменами и вот все они вместе присосались к государству как кенгуря так маминой сиси пассатижами не отодрать и вдруг оказалось что в том числе медицина это охрененный рынок который до сих пор почему-то не переведен на коммерческие рельсы такие деньги мимо пролетают вот буквально совсем и из двухтысячных годов началось началась оптимизация оптимизация медицинских услуг в россии а точнее превращение медицины в услуги ну а раз у нас услуги значит это коммерческие услуги а значит нужна прибыль прибыль требует если конечно возможно минимизации расходов тогда норма получается немножко больше люди у нас пациенты имею ввиду буквально вытесняются насильно в хозорасчетную сферу или прямо в коммерческую медицину ну вы попробуйте сходить в поликлинику или в больницу вам там сразу объяснят будем драть зуб с новокаином не хотите ну так у нас бесплатный только новокаин а за инъекцию редокаина вон там касса занеси денег пломбу будем ставить вот этим материалом не хотите хотите немецкий или израильский вон кассой так же бесплатные зуб можно выложить и 5 тысяч и 8 и 20 не легче ли сразу пойти к платному врачу и сразу отдать ему эти самые 20 тысяч кстати парень еще легко делается кроме того прибыль означает двухконтурную эксплуатацию то есть во первых нужно выдаивать прибавочную стоимость то есть часть неоплаченного труда из трудяк врачей непосредственно медицинских работников и 2 доить электорат то есть нас с вами чтобы электорат не сделал самого страшного а именно не снюхался с такими же трудягами врачами нужно использовать древний римский принцип разделяя и властвуй то есть столкнуть их лбами объяснив что во всех ваших бедах виноваты жадные сволочи врачи которые забыли клятву гиппократу или чет там еще хорошо конечно это все да вот погляди товарищ погуден на себя и на лоснящийся харе твоих коллег чиновников вы все лечитесь давным-давно в ведомственных клиниках или за границей и дети ваши которые прописаны в лондонах копенгагенах карибских всяких островах нью-йорках и прочее тоже лечатся за границей в хороших клиниках потому что деньги для своих детей себя лично вы добываете из нас из электората а вот мы вынуждены посещать доктора который доктор чтобы элементарно нормально жить худо-бедно кормить не совсем пальмовым маслом себя и своих детей вынужден пахать по 12 дежурств в месяц по 12 дежурств в месяц вы понимаете которые зачастую как там только что рассказали перетекают из ночной смены в дневную или из дневной в ночную а повышение собственной квалификации о общении с семьей о нормальном отдыхе для восстановления работоспособности вообще речи не идет все отчетливо понимают и надеюсь что хирург например хирург который вкалывает по две-три смены сутки через сутки к пациенту вообще подходить не должен на расстоянии орудийного выстрела из пушки линкора ямато то есть примерно около 35 километров и на две ставки врач тоже не имеет права вкалывать просто потому что он выгорает а выгорев он в лучшем случае не окажет всей меры необходимой медицинской помощи пациенту а в худшем случае нанесет ему прямой вред вот вы представляете себе если у доктора со скальпелем в руках при помощи которого он ковыряется у вас в потрохах вдруг от переутомления долбанет осложненный гипертонический криз с давлением там за 200 а это запросто может случиться потому что доктор это же обычный человек у которого очень тяжелая крайне нервная и напряженная работа где он вас пытается иногда с того света вытащить и вот он работает в две смены на две а то и три ставки и вот наконец он взялся понимаете за вас посмотреть что у вас там внутри у него раз и гипертония как вам такой поворот как я уже сказал врач это обычный человек ему нужно кушать платить ипотеку какую-то абсолютно неоправданно безумную квартплату в которую нам то капремонт включат то вывоз мусора включат то еще что нибудь включат ах да еще нам конечно везде по прикручивали счетчики воды чтоб мы не расслаблялись и не думали плескаться в душе по 15 минут и вот за все это нужно платить нужно обеспечивать хоть подобие образование своему потомству и повышение квалификации самому себе хотя бы на литературу нужны деньги на представляете теперь стоит денег эта литература и что вы это прикажете делать на 22 тысячи как получает никита зотов в демидовской больнице города нижний тагил но конечно доктор будет упарываться на две-три ставки чтобы получать что-то похожее на 45 65 тысяч это тоже конечно как мы уже имели ввиду деньги крайне небольшие учитывая наш постоянно скачущий уровень цен на все начиная с бензина блин заканчивая квартплатой но хотя бы не 22 штуки но это же вообще смех примерно в два раза больше прожиточного минимума и конечно врач будет упарываться упарываться на работе а вот зато когда врачи наконец не выдерживают и бьют тревогу начальство начинает пудрить окружающим мозги и прямо манипулировать со статистикой откровенно жульничать а еще заставляет нас думать что это врачи виноваты врачи понимаете врачи шклятву гиппократа давали они вас обязаны спасать в любом случае это примерно как недавно у нас один важный авиатор в больших погонах заявил что ну зачем летчика много платить летчик это ж душа молния черного неба черт возьми он же счастлив когда он за рукоятью боевой машины это он должен видимо платить как кстати и врач за то что выходит на работу если один похабный анекдот по этому поводу и как-нибудь потом расскажу сейчас извините настроение то вот вам еще один пример чтобы вы не думали что у нас только в нижнем тагиле так плохо иркутская область та самая где недавно все что можно затопить затопило вот врачи сообщили о бедственном положении в городской больнице номер один конкретно бедственном там все ровно то же самое износ оборудования чудовищной нагрузки как только ты вякнешь тебя на хрен уволят и увольняют массово а вот тут же чиновники нам опровергли информацию о массовых увольнениях указывая что большая часть случаев ухода персонала связаны или с выходом на пенсию или переводом на другое место службы в иное медучреждение и при этом нам тут же озвучили такие данные с 1 января 19 года из иркутской больницы уволено 197 человек а принято на работу 162 человека то есть все в порядке а естественная убыль медперсонала равна 35 человекам в год я сейчас опять переведу все на военные рельсы и скажу что это полный взвод взвод медиков так раз и нету и оказывается что нет все в порядке и вот самая на мой взгляд интересная часть ответа минздрава и иркутской области это отчет о заработной плате которую получают сотрудники кстати в той самой больнице в которой сложилась такая нехорошая ситуация вот статье ир-сити ссылочка у нас будет конечно под сайтом указано что средняя зарплата врачей иркутской городской клинической больницы номер один за июль 19 года составила 69 653 рубля а в том же месяце средняя зарплата среднего медперсонала больницы составила 40 948 рублей а зарплата младшего медперсонала 39 279 рублей то есть даже все же вроде хорошо чем же вы недовольны 67 тысяч в иркутске да и по данным минздрава в семнадцатом году средняя зарплата врача вообще в регионе составляла 63 тысячи рублей а вот представляете в восемнадцатом году уже 76 тысяч 700 рублей а эти сволочи чем-то еще недовольны бунтуют вот мы сейчас немножко отскочим к моему любимому да все к ним же к зарплатам только не у врачей а у их начальство посмотрим на олега николаевича ярошенко который там нас министр здравоохранения иркутской области вот 2015 по 2018 год у него зарплата увеличилась на 58 процентов хорошо работает видимо если в 2015 году он зарабатывал 2 миллиона двести сорок девять тысяч рублей а супруга внезапно в два раза больше четыре миллиона семьсот сорок девять тысяч рублей то уже в шестнадцатом году он зарабатывал три миллиона сто восемь тысяч а супруга шесть миллионов четыреста 73 тысячи рублей при том что медицинская пара владеет тремя квартирами и домом в сто одиннадцать метров сведения об автотранспорте не задекларированы причем у двух замов зарплата выросла в одну целую шесть десятых раз а зарплата в среднем по отрасли увеличилась всего лишь в одну целую четыре десятых раза а вот фонд оплаты труда всего минздрава составляет порядка миллиарда рублей плюс еще полмиллиарда на закупки ведомства и тут внезапно специалист научно-практического центра госучет роман ерженин провел расследование где опубликовал реальные средние цифры если вычесть менеджерский управляющий управляющий персонал в медучреждениях иркутской области по его данным средняя реальная средняя зарплата составляет 39 тысяч рублей а в районных больницах 31 тысяч рублей причем все эти показатели высчитываются только с учетом переработок которые несчастные врачи вынуждены нести то есть по данным ерженина если врач не работает на полторы две ставки вот к этой самой средней зарплате в 39 тысяч рублей он вообще не приблизится кстати говоря ссылочку на его исследование я тоже прикреплю посмотрите если вам интересно это о чем говорит да это говорит ровно об одном это медицинский террор при том что население прямо на глазах снова начинает вымирать это население ко всему прочему еще и отказываются лечить и при этом врачам еще и отказываются платить а когда они пытаются возмутиться какого шлешего вы блин делаете оказывается что это они сами виноваты потому что врач видимо как и учитель помните медведев рассказывал что учитель это призвание и за деньгами нужно идти в другое место например в тот же бизнес а если вы этого не сделали то сами виноваты вот и врачи видимо сами виноваты ну а вслед за врачами и мы тоже вот в эти прекрасные предвыборные дни отчетливо поймите что если вы проголосуете за какого-то внезапно правильного депутата хотя его в глаза никогда вообще не видели скорее всего и понятия не имеете кто это учтите что депутат эту ситуацию даже если очень захочет не переломит а самое главное он скорее всего не захочет просто потому что вы дорогие сограждане выборов депутата никогда не сможете его не проконтролировать не отозвать ваше право это отнести бумажку бюллетень опустить ее в урну во время выборной кампании лечь рядом и сдохнуть потому что вам никто не окажет медицинской помощи бесплатно уже вот-вот по крайней мере качественный поэтому товарищи помните объединение по профессиональному признаку ведение разъяснительной просветительской работы организация забастовок и стачек это наше реальное оружие пока единственное ну и помните конечно что если вы не интересуетесь политикой политика рано или поздно заинтересуется вами а на сегодня все с вами был вечерний политпросвет